В общем мы тут пока на расслабоне, на чиле, можно сачок попивать, видосики снимать, на чиле, чилим, лето. Ну а если серьезно, ребят, всем здорова, чуваки! До сегодняшнего ролика мы взяли самые популярные и обычные напитки, но нам нужны не сами напитки, а сахар, который содержится в этих напитках. Сейчас становится модно вести здоровый образ жизни, кто-то следит за тем, чтобы не было калорий, кто-то следит за тем, чтобы не было никакой химии в напитках, а кто-то следит за тем, чтобы не было просто никакого сахара в напитках вообще. Для эксперимента мы взяли пепси, кола, чай, энергетик, пиво, кола без сахара и самый обычный лимонад, дюшес. Андрюх, привет! Вот как вы думаете, в каком из этих напитков сахара больше всех? И вообще, есть ли он там, где его не должно быть? Вот, например, много ли сахара в лимонаде пепси? Или, например, я вот такие лимонады с детства пью, по типу дюшес, и знаю, что в них сахара очень много. А измерять количество сахара мы будем при помощи вот такого виномера сахаромера. Тут есть две шкалы, одна измеряет процент алкоголя, а другая процент сахара. Но перед тем, как мы начнем, давайте проверим наш сахаромер. Для этого нам нужна вода. На ее примере мы покажем вам, что сахаромер работает, так как в воде нет никакого сахара. Теперь опускаем сахаромер. Как мы видим, сахаромер показывает 1%. Я считаю, 1% это небольшая погрешность, так что 1% мы считаем за 0. Ну а теперь добавим сахар в нашу воду и посмотрим, насколько увеличится процент. Так, раз, два, четыре, пять, шесть, восемь, десять кубиков. Теперь размешаем сахар. Так, ну давайте опустим теперь сахаромер и посмотрим на результат. Так, опускаем, смотрим. Опа, 5%. Вычитаем погрешность, получаем 4%. Это нам говорит о том, что сахаромер рабочий, и мы можем приступать к нашим напиткам. Ну а давайте начнем с лимонада дюшес. Наливаем. Здесь что, сколько здесь вообще? 0,5. Ух ты, не-не-не. Теперь 0,5. Давайте проверим, сколько процентов сахара в таком олдскульном лимонаде. Опускаем. И смотрим. Да не, ну не может быть такого, что здесь 24%. Как это? На самом деле, ребят, здесь все очень просто. Никаких 25% сахара тут нет. Все дело вот в этих пузырьках. Они обволакивают сахаромер и поднимают его вверх. Именно поэтому нам нужно выпустить газ со всех напитков, и тогда эксперимент можно считать объективным. Мы выпустили газ из лимонада дюшес, и давайте теперь нальем обратно. Это уже сок какой-то, вообще газов нет, смотрите. Никаких пузырьков. Ну почти прям, слегка что-то есть там. Опускаем сахаромер и смотрим на результат. Вот теперь работает правильно. С учетом погрешности 8%. Со следующего напитка мы уже выпустили все газы. Это Pepsi. Смотрите, я сбалтываю, открываю. И никаких газов не выходит. Поэтому давайте можно заливать. Если что, мы после каждого напитка споласкиваем стакан для объективности. Отлично. Отлично. Ну что, посмотрим, что покажет Pepsi. Так, ребят, ну что-то кажется здесь гораздо больше, чем в дюшесе. С учетом погрешности получается аж 9%, понимаете? Офигеть. Получается, что в Pepsi содержание сахара на 1% больше, чем в дюшесе. Это очень странно. Я, честно, ждал, что будет наоборот. И знаете, мне сейчас в голову пришла отличная идея, что если мы возьмем не сахаромер, а спиртомер. Купим ликерные конфеты и постараемся узнать количество спирта содержания в этих конфетах. И давайте сделаем так. Если мы сможем набрать 8 тысяч лайков под этим видеороликом, а мы так уже делали на ролике с лампочкой, например, те, кто не видел, посмотрите, то мы сразу приступим к съемке этого видеоролика со спиртомером. Я думаю, будет очень интересно. И не забывайте подписываться на канал, если что красная кнопочка находится внизу под этим видеороликом. Нажмите на нее, сделайте ее серой, потому что нам до сотни осталось совсем чуть-чуть. Кока-кола, как вы думаете, больше здесь сахара, чем в Пепси или нет? Давайте проверим. Газа здесь уже нет. Наливаем. Она даже не пенится. Снова опускаем сахаромер и смотрим. Так, 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 остановись, остановись. Получается, в коле столько же сахара, сколько и в Пепси. 9%. На самом деле, для меня колы и Пепси, это почти одно и то же. Неудивительно, что у них сахара одинаковое количество, поэтому давайте перейдем к следующему. Со следующего напитка нам не пришлось выпускать газы, потому что это чай со вкусом. Наливаем. Какой красивый чай. Так, ну давайте долго не будем томить, опускаем. Ух ты, чего? Слушайте, ну получается, что 1% минус погрешность 0. Слушайте, я только сейчас увидел, что на этом чае написано без сахара. Блин, ребят, мы изначально этого вообще не видели, но оказалось, что производитель действительно не врет. И этот эксперимент подтверждает, что зеленый чай Фьюз Ти со вкусом яблока киви действительно без сахара. Производители, вы молодцы, очень крутой чай делаете. Можно пить. Следующая это вот такая вот пустая банка пива Доктор Дизель. Здесь так и написано без сахара. Честно говоря, ни разу не видел пива без сахара, но давайте проверим, действительно ли это так. Это пиво мы перелили уже в банку и выпустили все газы. Давайте проверим, действительно ли это пиво без сахара. Ребят, я не знаю почему, но все-таки здесь пиво показывает нам 2% сахара. Ну, получается минус погрешность, всего 1%. Получается, сахар в этом пиве все-таки присутствует, и производитель прибрал всего лишь на 1%. Ребят, знаете, появилось надежно на то, что в адреналине тоже есть сахар, потому что в пиве он был. Давайте узнаем. Мы также, как и пиво, выпустили все газы в банке, и давайте переналивать. Пахнет намного слаще, чем пиво, я скажу. Сейчас наступает главный момент, напишите в комментариях внизу, будет ли сахар в энергетике, а мы опустим сейчас. Так, раз, два, три. Отпускаем. Слушайте, ну с учетом погрешности показывает тоже 1%. Походу, ребят, напитки в банках какие-то слегка подслащенные, но у нас есть еще один претендент, и он в бутылке. Сейчас мы узнаем, есть там сахар или нет. Ну, а последнее это кока-кола без сахара и без калорий. Посмотрим, что она покажет. Ну что, опускаем кока-колу. Раз, два, три. Идеально, слушайте, как в воде, прям реально. Минус погрешность 0%. Ребят, я не знаю почему, но в банках напитки показывают 1% сахара, а кола в бутылке 0%, как и в воде. Я не знаю, с чем это может быть связано, если вы знаете, напишите внизу в комментариях. Но могу сказать, что все напитки находились в одинаковых условиях при одинаковой температуре. Ну, а сейчас на своем экране вы видите таблицу с результатами данного эксперимента. Ну, я думаю, ребят, если вы хотите брать какой-то напиток без сахара, кола это ваш фаворит. Я не знаю насчет энергетика и пива, потому что там незначительное количество сахара, но в любом случае решать вам и пробовать только вам. Так что обязательно ставьте лайк, подписывайтесь внизу на канал. И не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые и интересные эксперименты. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok